приехали мы тут отдохнуть маленько но если получится дмитрий михалыч как специалист уже с большим стажем он сейчас без спичек разожгет костер для этого береста у нас есть настрогали мои венкийские стружки коганда достает он свое орудие как говорит мой внук это деда наш маленький секрет но я пока он это готовит я наломаю веток у нас костер амирида на солнце не видно на солнце загорелся горит давно ооо процесс пошел и дым отечества нашла нам сладок и приятен что прошло и дым отечества нам сладок и приятен ну здесь уже я могу помочь мы сегодня собрались дело к осени все за грибами ездят у грибников жизнь нелегкая чем меньше с снаряжение тем больше грибов унесешь вот решили показать вам очень простой очень бюджетный котелок я их передел пока работал в тайге очень много так мы сразу и чай поставим сначала покажет котелочек так давай я делаю изготавливается с большой консервной банки баночку желательно взять гофрированную почему гофрированную во первых она на сжатие крепче а во вторых это увеличение площади нагрева ну конечно здесь же площадь больше где будет огонь конечно поэтому закипать в этой банке будет быстрее взяли баночку вот она вот 950 грамм почти литр но вдвоем чая попить это купиться сыр и дрова и покупаем еще такую же баночку для чего для крышечки когда мы баночку открыли скушали содержимое обычно сладкое молотком вот эти края или открывашки такие сразу хорошо открывают если едет такой открывашки то молоточком все края чтобы было гладенько все мы обили и прямо вверху напротив друг друга делаем два отверстия для чего для дужки конечно если мы чуть-чуть ошибемся лучше измерить линейка не поленится у нас котелок будет вот так вот потом висеть когда воды мы берем детализация то есть просто замяли края сделали два отверстия и закрепили проволочку здесь мы не делаем никаких хитрых петель вот тут вот не делаем они ни к чему они будут мешать только нам плотно прижать и дужку котелку и помимо этого дужка у котелка кривая если смотреть вот так вот то видите да она искривленная для чего для того чтобы плотно прилегала не мешалась в рюкзаке и чтобы такой конструкции дужка не выскакивала у нас здесь загнута проволока вот таким способом проволоку алюминиевую лучше не использовать я использовал медную вот нас в эту сторону котелок так другую сторону соответственно будет так вот торчать при всем желании у него будут края вот выступать а в эту сторону все очень плотненько ложится в рюкзак то есть вот он теперь о крышечке крышечка для котелка изготавливается из другой такой же банки но так вот мы отрезали ее где-то порядка полтора сантиметра и молотком с плюс 0 и остатки жести потом взяли плоскогубцами и отогнули для чего для того чтобы у нас крышечка плотно садилась на котелок закрываем все она как на кастрюне плотненько сидит делаем ручку крышечки также с проволоки очень простая конструкция засунули разогнули но обратите внимание у меня ручка подвижная она лежит потому что в рюкзаке у нас котелок этот ручка будет обязательно стремиться чтобы погнуться лучше мы и сами погнем как мы хотим чем она как она хочет это 1 и 2 это это безопасность когда у нас закипит вода мы будем торопиться завалить чай у нас торчит вот так вот ручка ну как она вот если прямая тут торчит мы пальцами хватит за нее и получили ожог потому что паром пальцем нам ошпарило так она у нас лежит мы полезли пока мы брали мы сообразили что сейчас мы обожгемся поэтому взяли палочку подели куда-нибудь сюда по этому случаю есть вот эта палочка хваталочка можно хваталка нет дима ее называет палку хватал ты толстую сильно сделал толстую сделал ничего вот поэтому уберу маленькая вот эта хитрость нас предохранит от ожога и вторая хитрость у этого котелка это кусочек бересты он в принципе большого большого значения здесь не играет но этот кусочек бересты во-первых ручка горячая помогает нам взяться за нее и второе перестает горючее чем материал очень горючий мы уже знаем что у нас были 100 мы никогда когда например для газовой горелки мы греем чай мы уже не будем вот так подбросать чтобы нас береста загорелась подорожим берестой поэтому возьмем какой-то прутик опять же изгиб удушки да положим вот так вот прутик все и на газовой горелочке у нас будет и котелочек стоять будем ждать когда закипит чай то есть его можно использовать как на газовой горелки так и на костре еще его называют чифербак такая вот конструкция все на двоих чая попить лапшу вот эту одноразовую заварить например ну вообще можно что-нибудь супчик даже какой-нибудь сварить все очень быстренько веса как дядя Толя говорит не имеет потерять не жалко и каждые две недели новый показал я кстати первый раз мне понравилось но я тоже приготовил здесь как мы в тайге когда вообще нет у нас практически ничего но есть банки вот из-под кофе мы тоже делаем как сказал дима чифербак здесь так называют эти чифербак потому что геологи старатели фурковщики они зэки заваривают чифир и у нас называют вот так вот чифербак но эта баночка эта баночка может быть под первое здесь она не сделана но я вам покажу как мы делаем простую такую проволочку для того чтобы вешать я подойду тоже поближе берется проволочка сейчас где-то у меня есть я даже покажу на этой вот тут она вот так вот привязывается обхватывается и привязывается а другой конец делается вот такая петелька и она вот так вот ходит когда мы сложим этот и вот так обтянем то получается у нас тоже все это вот отсюда и ничего нету когда нам надо повесить мы вот так вот сдвигаем и у нас всегда можно охотнику найти петлю вот это это не хром практически этот не хром даже когда он нагревается на костре он не горячий его даже рукой можно брать поэтому вот такая это сама простая уже банка это вот у меня под чай а это под супчик чтобы совсем непонятливым все-таки было понятно сейчас я быстро продемонстрирую как это делается даже медную проволоку тонкую если вам надо где-то вы идете и срочно надо попить чай вы вот так заматываете сейчас примерили можно по длиннее сделать тогда чай если по длиннее делаем проволочку то она еще вверху совсем практически не нагревается здесь вот делаем такую петельку и вот так вот заматываем сейчас глупо глупо теперь брак маленько такой кривоватый ну сама вам сам вам принцип в общем-то понятен вот получается вот так это быстро и когда это а если вы например все лето носите где-то просеки рубите или как вот дима в заповеднике учет делал то конечно надо делать хотя бы вот такой дима такие я стараюсь использовать из-под кофе они практически такого же объема у меня не больше нравится красивее выглядят с рисунком вот это просто для вашей общей эрудиции на всякий случай и как дима говорит подбирать можно что банка в вот сюда еще можно баночку но самое главное он дима ругает меня что меня не видно но самое главное вам видно баночки вот они вот две баночки моментально под суп и под чай с нехрома очень хорошо с нехрома делают эти проволочки они не горят не боятся огня жара медная тоже выдерживает все мы с ним и не договаривались но показали два два варианта вам он говорит теперь бабу я думаю я сделаю как мы делаем а он сделал как вот они делают пользуйтесь кому использование костра не обязательно то есть мы собираем грибы например мы знаем грибов у нас немного от гриба до гриба стрела не летит поэтому с собой нужно иметь прикусить конечно что-то и желательно горячего поэтому в рюкзаке поняшке вот влечь мешка сделано у нас лежит мешочек в нем лежит чифербак кружечка бывало кружечка вот на кружечку на металлическую точно также можно проволочку сделать баллончик с газом и вот есть такие маленькие горелочки мощностью полтора киловатта горелки вообще у меня очень давно она представляет собой вот такую штучку даже стаканчик можно использовать достали подключили к баллону переходничок есть как раз штука уже не видел у меня я никогда не пользовался вот зашли давайте шибак поставили угодно все если и надо не таган рубить ничего если ветер может еще одна изумительная вещь не от вещи показывают они капитально проверены я скажу чуть позже где покупал такую вещь покажу более подробно можно использовать тоже вот веса не имеет я ходил напряжь если ветер мы где-то там не грибы в лесу собирает а в тундре грибы те же самые загородка ветер да и вот ветрозащита такая вот загородились все здесь не горит краска не горит не не горит я поработала уж ну ладно это работа ну и кожа самим сделать вот такая штука в чифербайке у меня вот баночка лежит заваркой хорошая штука да и вот эти штуки потом когда поставишь они пытаются в землю да 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 одна и вторая и дополнительно удерживают сейчас закипит по моему да вот с крышкой конечно закипит быстрее да гораздо быстрее а это без крышки но это это для первой необходимости вот уже закипает вот чай вот по кругу я могу сказать что например сюда вы можете уложить тоже там супы и пачку там еще чего там даже можете вермишели взять тушенку банку положить сюда можете чай положить пакетики или пачку можете положить вот как я лову сахар это все когда вы соберете вот совсем малыми в каждой ложите то значит получится два места эти крышки конечно на огне не надо использовать когда несете можете закрыть чай вот заварка есть коль здесь не праву а есть у меня он рядом стоит так быстро закипел во все моменты сейчас хороший чай заварить так берешь живую эту а есть березовая ну найдем они поздно для таков не поздно хорошие деньги и очень устойчивые Прошло первое боевое крещение. Прошло первое боевое крещение.